правильное истинное служение должно исходить из признания добра признание добра каждый из нас в нашей жизни встречался с ситуациями когда кто-то помогал ему делал добрый поступок в адрес что мы должны сделать мы должны отплатить тем же сам то есть возвратить добром заказанным добру тема это она тоже такая мяско говоря не очень озвучимая почему потому что природа человека как раз наоборот она не хочет благодарить не хочет помнить о хорошем тему мы обсуждали подробнейшим образом человеку очень желаю признать добро другому человеку а тем более тем более тем более тем более признать добро невидимому богу и в принципе за что ему говорит спасибо ведь нам в голову приходит тут же все то что нам не хватает что мы ему приписываем так что же мы говорим спасибо и вот интересная вещь что в этом месте как раз и находится то ли величие человека то ли его обратная оценка как мы скажем низость его тип это почему потому что увидеть именно в этом увидеть именно в этом как бы базу для своего служения все это действительно огромное величие снова возвращаемся к этому же неоднократно человек он привыкает к тому что жизнь ему подарена и все у него работает и даже не каким-то образом устроена и все как-то уже крутится особенно современная цивилизация которая создала так много условий для нормальной жизни человек вообще потерял пропорции вообще а если хорошо подумать а ну придите в роддом посмотрите как рождается ребенок смотрите как я ничего постепенно постепенно образуется вот тело состоящий из миллиардов триллионов клеток который соединяется все самым точным этим образом тяжело себе представить нечто более сложное чем человеческий организм ведь из всех этих с присоединений соединений соотношений которые сейчас что-то могло быть и нарушена но что-то можете получиться это же мы действительно видим что не всегда рождаются дети здоровые иногда рождаются дети с какими-то ущербами настолько привыкли к благу мы обращаем внимание что это благо это сплошное чудо и вот мы родились мы не помним у нас вроде прошло наше детство вы пройдет сказать ну как у всех детей все хватало руки ноги мы не были инвалидами у нас не были проблемы нас не были каких-то недостатков мы совершенно на это не обращаем внимание у нас был аппетит нас на жизнь наслаждала нас никогда голову не приходило за это сказать спасибо что в принципе это все подарок ведь если мы снова присмотримся ко всему чем мы обладаем мы же сами не являемся хозяевами мы же сами себе это не создали с того ни сего я все это имею откуда у меня все это представьте себе что нам дарят какого-то робота ну какой робот 2 как он умеет то и это и это сколько стоит миллион такой робота стоит миллионы давайте все деньги которые ездят смотрите как он все умеет все заменять все то это как мы будем воскресить мы будем готовы заплатить за это огромные деньги почему смотрите робот умный то это как его там сотворили человек если робот который может сравниться со сложностью человека говорит робейну бахия что база для соблюдения еврейской жизни по велению торы это признание добра всевышнего но через сколько он вам оказал добра а результат какой должен быть там и это обсуждали только повторим это очень важно тут вы просто понять почему должны его слушать из-за того что он сделал нам добру на сказать спасибо будем читать елем целый день солны восхваление всевышнему молиться на будем говорить ему спасибо еще раз еще раз еще раз это тоже спасибо за это но все остальное надо соблюдать надо то надо это надо делать мы сейчас не рассматриваем с точки зрения что в принципе все по велению всевышнего нашей пользы ничего не нужно нуждается речь идет о абсолютном совершенстве и а речь идет о том на каком уровне ощущения что нам поможет соблюдать эти мессу так вот когда мы понимаем когда мы понимаем как много добра оказал нам всевышний вдруг и поймем о том что за любое добро любой порядочный человек значит что он делает он платит платить деньги например кто-то пришел и оказал вам услугу исправил холодильник исправил я сейчас жарко так актуально или исправил кондиционер ну надо что надо заплатить придет ли кому-то в голову что за услугу которую даю который указывает мы не платим все с нам же должны платить то есть конечном итоге мне даже не столь важно что этот человек сколько усилий он потратил он просто пришел сдвинул кнопку или он там два часа у меня жарко мать жарко возможность как-то дышать это кондиционер и вот неважно как какой-то человек оказал мне добро я могу дышать мне хорошо я не должен заплатить если человек честный то вот это мне внутренняя честность должна обязательно заплатить ему говорит рабыну бахи а вы человек честный вам оказали услугу платить теперь что хочет техника который исправил нам почему должен почему платили мы деньгами потому что он хотел за услугу заплатите мне деньгами мы хотели может быть там натурой может быть дать ему яблоки какие-то у меня растут вот в огороде или что там нет я хочу деньгами товаре заказал нам великую услугу великого блага подарил нам практически все что у нас есть все что у нас есть полный подарок но мы не должны ему заплатить выжено я хочу тебе заплатить как в какой валюте какой форме он говорит разлушайте вы ли я к вам обращусь как людям взрослым но иногда надо обращаться и как людям еще подросткового возраста я начну с малого я вы мне платите я не буду объяснить почему вы мне платите знаете какой валюты в какой форме выполняйте то что я хочу то что я вам повелеваю выполняйте мои митсвот повеления мои это нельзя делать это делайте учите Тору вот пожалуйста это та плата за которую и не приступайте моей воле вот то что я хочу это плата это плата то есть это сейчас указывает нам рабейну бахи на интересный путь в жизни он говорит послушайте послушайте так сказать вы можете быть детьми которые не ни о чем кроме как своих ощущений больше ничего не живут а можно выйти из этого посмотреть на эти ощущения снаружи спросить себя откуда они у меня появились откуда у меня все это есть и тогда в душе человека так как он человек честный есть такое что-то вложено в нем то у него пробудется желание отплатить добром за добром только то добро которое ждут от тебя это всего лишь навсего то что я хочу от тебя как родители от своих детей отец от своего сына все что я хочу сын это только слушай что я тебе говорю слушай что я тебе говорю а у меня свои идеи можно сделать так не это делать можно конечно сын ну папа просит тебя вот возьми отсюда туда без идей только выполни то что я тебя прошу не ну можно это потоку путем можешь пожалуйста дело но ты не выполнишь мою волю а говорит рабейну баха и это тот путь который может дать возможность человеку пробудиться проснуться и сделать чего что может пробудить ну когда в еврейском народе было пророчество было были пророки то их не роль и состояла в том чтобы пробудить народ к чуве к возвращению это был их не роль поэтому они ходили от места к месту и со своими проповедями для того чтобы пробудить людей но с тех времен мы знаем о том что с начала второго храма по причинам известным пророчество было отобрано у еврейского народа нет больше у евреев пророков хотя в как говорят в рясы пророка время от времени тут всякие разные люди пытаются одеться для того чтобы обучать других хотя это видите совершенно неуместно так как эта одежда она принадлежит только истинным пророкам они уже давным-давно уже не существует что же может сейчас пробудить нас он говорит две вещи дополнительные знаете может быть пророков нет пророкам от у пророка проще конечно принять и принять его наставление почему потому что он ясно видит прегрешение человека в этом и было его пророчество такой пророческий дар был у нас это было исключение из правил известно что аризар он видел человека и прямо на месте мог сказать что он сегодня нарушил даже не говорю про другие сказать может быть на уровне другом чуть меньше чем пророческого дара когда когда чувствовали прегрешение другого человека да известная личность праведника Эбхайм Замбл намирыбниц известны тем что он никогда не подавал руку тому кто не ходил в мику теперь бухурей шива ребята из шивы слышали это естественно они литовские шивы смеялись на хасидскими рассказами о праведниках и эту историю слышал через третьи руки да не прямые руки но слышал от тех которые в этом свидетельствовали участвовали они действительно из них трое пошли в мику один не пошел и все пошли сжать ему руки и он действительно этому руку не пожал тому кто не пошел в мику это свидетельство людей которые решили это проверить я уже не говорил про все остальные другие примеры тогда было пророчество и когда пророк говорил было ясно что в чем нарушение невозможно было скрыться от него гораздо сложнее в наши времена что заставить человека что заставить человека говорит две причины есть этого две возможности есть для пробудистов одно как он говорит это это Тора да изучение Торы либо через истинную Тору видите он подчеркивает через истинную Тору Тору Всевышнего то есть тогда когда мы учим действительно как положено тогда мы учим а что значит как положено это тогда когда мы не учим текст Торы в попытке понять что там написано и примешиваем там свое какое-то личное понимание правильное изучение Торы это одна единственная когда мы пытаемся понять желание Творца скрытого в этой словах Торы это единственный правильный подход к изучению Тору и он называется тот правильный истинный не знаю как и тогда выглядит картина совершенно по-другому так вот когда мы изучаем эту Тору есть часть ее которые стали называть сейчас мусар или по-русски или международное слово этика этические нормы которые там находятся мы в принципе изучаем с вами называется мусар это должно пробудить человека такими словами даже не имея пророка или не имея примера когда разберем правильного человека перед собой человек может только путем того что он изучает Тор изучает книги по этике его сердце пробуждается эй секундочку как я мог себя так вести почему я ушел так далеко от Всевышнего почему я прекратил почему я нарушил его повеление это тоже может пробудить его и третье он говорит через праведника обучающего людей служению и дальше он говорит о том что знаете наши времена так как нету пророков и не каждый склонен читать толстые книги по крайней мере видеть человека праведного который пробуждает его к служению праведному о это мы видим что существует в каждом поколении кстати говоря явление что в каждом поколении есть праведники и мы к этому относится как совершенно естественное явление это явление совершенно неестественное мы видим в мире о том что все развивается возвышается падает исчезает мы видим идеи которые появлялись во мире и они торжествовали и после этого они просто исчезали оставались только как какие-то музейные экспонаты где-то в библиотеках о них читают какие-то специалисты о них знают народы которые захватывали мир мы слышали о них мы слышали из истории как были колоссальные цивилизации захватившие через пол мира весь мир и как они возвышались так они исчезали все приходит уходит уходит всякие разные идеи человеческие приходят всякие разные темы всякие разные религиозные праведники в каждом поколении есть как это может быть это чисто по статистике но если вокруг одни неугодники жулики ну так постепенно так как они большинство то по-видимому со временем они должны там все правильно должны просто как-то ну исчезнуть среди них и уже не должно быть это ж ну откуда вдруг должны снова появиться эти праведники в каждом поколении почему неестественное явление почему это обещание так зераташи это постановка установка всевышнего так она будет значительно будет я пошлю вам в каждом поколении душу праведника который будет вам наставлять теперь мы знаем что праведники не все они наставляют но одним фактом что они существуют они должны пробудить нашу душу к человеку они есть как тут сказано знаете я никогда вас не оставлю и вот видите как солнце и прежде чем Муше ушел уже его ученик Иешуа уже 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 занимал позиции праведности которые есть то же самое перед тем как Шмуэля Нави пророк Шмуэль прежде чем ушел до него Лиакуэн уже Шмуэля Нави уже у него гроз у него точно так же заканчивают этим когда умираби Акива родился уже Святой Ребень это одно уже уже все заранее приготовлено заранее приготовлено заранее приготовлено и так везде в любой стране в любых местах а и и в